Всем ахой, меня зовут Алекс и возвращаю рубрику «Актуальные новости из Чехии и Европы». Почти все новости не очень радужные, но об этом нужно знать и поехали. Министерство транспорта Чехии с 1 августа отменило бесплатный проезд для беженцев из Украины. С 24 февраля беженцы могли бесплатно пользоваться чешскими междугородними поездами и автобусами без ограничений. Затем с апреля это право ограничили только первыми пяти днями с момента получения визы временной защиты. Теперь, к сожалению, льготу отменили вовсе. С 1 августа все беженцы должны покупать билеты по обычным тарифам. Исключение сделано только для тех украинцев, которым чешская МВД отказала в предоставлении визы временной защиты и выдала так называемый приказ на выезд. Чешская почта с 1 августа прекратила бесплатно доставлять посылки в Украину. Компания безвозмездно доставляла в Украину отправление весом до 30 кг последние пять месяцев с 1 марта. Тем самым она хотела выразить солидарность с украинским народом, а также помочь клиентам с вправкой гуманитарной помощи родным и близким. За минувшие пять месяцев чешская почта бесплатно переслала почти 80 тысяч посылок, сэкономив отправителям около 50 миллионов крон. Министерство внутренних дел Чехии напомнило украинским беженцам об истечении срока, в течение которого государство оплачивает за них взносы на медицинское страхование. Он составляет 150 дней с момента получения визы временной защиты. Соответственно, у многих украинцев он подойдет к концу ближайшей недели. Изначально бесплатная медстраховка предоставлялась беженцам на один год, однако затем власти прилинили поправки к закону, который сократили в данный период до 150 дней. Правительство посчитало, что этого времени достаточно, чтобы беженцы освоились и нашли работу. В этом случае взносы за них обязан платить работодатель. Все беженцы в возрасте от 18 до 65 лет спустя 150 дней с момента получения визы временной защиты обязаны в течение последующих 8 дней проинформировать страховую компанию ВЗП, как они планируют оплачивать медицинскую страховку дальше. В 2022 году размер минимального ежемесячного взноса составляет 2187 крон. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостановила прием документов от россиян на туристические визы и визы владельцев недвижимости. Болгарское консульство назвало принятые меры временными, но как долго они продлятся, неизвестно. Латвия также объявила о полном прекращении выдачи виз россиянам. Теперь попасть в республику можно только для участия в похоронах близкого человека. Латвия перестала выдавать россиянам большинство типов виз еще 24 февраля, но при этом сохранилась возможность въезда с гуманитарными целями – лечения, похороны и т.д. Или в особых случаях, например, журналистам, которые покинули Россию после принятия закона о фейках. По данным порталам Delphi, к началу августа латвийские визы получили 247 сотрудников российских СМИ и 206 членов их семей. Кроме того, с 25 февраля по 26 июля еще 654 визы были выданы по гуманитарным соображениям. Еще одна новость для граждан РФ. Знаю, что здесь много студентов, которых поддерживают материально родители из России. Так вот, появилась информация, что заработала два сервиса по переводу денег – это сервис «Контакт» и «Юнистрим». Сама лично не пробовала, но говорят, переводы работают. И если есть те, кто уже переводил через эти сервисы, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень полезно. Ну и напоследок расскажу вам новость, которая заставит вас немного улыбнуться. История произошла в городе Берно на Нудийском пляже. Так вор решил воспользоваться моментом, пока женщина уснет, и угнать дорогостоящий велосипед. Но вот он не ожидал, насколько сплоченные ребята оказались нудисты, и они с криками побежали его догонять. И тут вор тоже допустил ошибку, и из нескольких путей отхода он выбрал тот, что ведет в гору. И, конечно же, силы его быстро покинули. И тогда он бросил велосипед и забежал в ближайшую закусочную. Там его настигли преследователи, вызвали полицию, и пока вор прятался под барной стойкой, вокруг него сидели и охраняли разъяренные ребята. По приезду полицейским не составило труда опознать подозреваемого, так как только он был в одежде. Вот такая история. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok